Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то традиционно для этого дня я проведу традиционный вебинар правильный понедельник. Тема этого вебинара предлагаю определить вам в нашем телеграм-канале. Буквально после этой записи мы запустим голосование. Я предложу несколько тематик, которые связаны с разного рода событиями прошлой недели и с акцентными фундаментальными новостями этой недели. По разным финансовым инструментам, соответственно, та тема, которая вам приглянется, заинтересует, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, это неделя. Статистики уже будет гораздо меньше и в целом мы готовимся к закрытию года, но это тот самый период, когда не стоит расслабляться. Потому что всем вам наверняка известно такое понятие, как рождественское ралли, ралли Санта-Клауса. Оно случается, особенно оно должно произойти почти нет сомнений в этом году, учитывая тот фундаментальный фонд, с которым мы работаем, с которым нам приходится сталкиваться в последние недели, либо даже месяцы. Поэтому какой-то сюрприз, он точно последует под закрытие этого года. Казалось бы, ликвидности на рынке теперь по мере приближения рождественских и новогодних праздников будет становиться все меньше, но поверьте, в таких условиях даже какого-то незначительного события, фундаментального фона, повода может оказаться более чем достаточно, чтобы спроцировать мощные движения. Поэтому каждую торговую сессию, которую мы будем с вами анализировать и обсуждать под конец этого года, заранее призываем вас всех, друзья, контролировать риски, следить за плечами, загрузкой депозитов. Это принципиальнейшая вещь, которая, конечно же, важна. Ну что ж, эта неделя. Статистика по инфляции в Англии. Этот отчет мы ждем в среду. В четверг годовые данные по ВВП. Также традиционный для четверга релиз первичной заявки на пособие по безработице. В пятницу насыщенный день, потому что в эту сессию нас ожидают данные по хроничным продажам и ВВП Англии, а также еще блок макроэкономической статистики из США. Личные доходы, личные расходы, заказы на товары длительного пользования. Статистики будет очень много. Особенный акцент мы сделаем на британскую валюту, где по-прежнему хочется увидеть достижения прям со всех, точнее, выполнения амбициозных планов и целей, когда пара фунт-доллар протестирует сопротивление 1,30. Я думаю, что это практически неизбежно даже в рамках оставшихся двух торговых недель. Потому что фунт все еще сохраняет потенциал для роста, фунт пользуется слабостью американского доллара и фунт заряжен еще более-менее жесткой риторикой Банк Англии по итогам последнего заседания. Я бы даже сказал, что риторика Банк Англии была самой жесткой среди развитых стран и регуляторов, которые отвечают за экономики этих стран. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 102.10. Мы уже в одном шаге от того, чтобы протестировать поддержку 102 пункта. Снижение активное продолжается в соответствии с нашим с вами прогнозом и мы ждем отметку 100 пунктов. Но сейчас нужно понимать, что за буквально последние считанные дни распродажи были настолько значительные, что вы не должны удивляться каким-то коррекционным откатам, которые естественны на фоне такого значительного снижения. Но мы исходим из все-таки средних и долгосрочных ожиданий, поэтому я думаю, что даже если эти коррекционные откаты будут, все равно продавцы будут сильнее, соберутся и затащат индекс доллара к поддержке 100 пунктов ровно. Данные прошлой недели. Снижение инфляции, снижение промышленной инфляции и решение, которым мы пришли от Федрезерва. Это процентная ставка на прежнем уровне 5,5%. И мы, собственно, даже без каких-то дополнительных сигналов от Федрезерва уже изначально поняли, что удержание ставки на прежнем уровне три месяца подряд – это уже доказательство того, что американский регулятор отказался от дальнейшего повышения ставки и ужесточения монетарной политики. Но были комментарии от Федрезерва, который все-таки не заставил нас додумывать самим все, все точки надея расставлены. Снижение процентной ставки неизбежно. По сути, руководство американского регулятора этот сценарий уже прорабатывает, обсуждает, обдумывает. Консенсус прогноза медианная ставка на 2024 год уже предполагает то, что ключевая ставка будет снижена до 4,6%. Ну, сами прикиньте, насколько ее могут скорректировать, если сейчас ставка находится на отметке 5,5%. Очевидно, что это больше двух снижений. По прогнозам, участники рынка готовятся как минимум к трем снижениям ключевой процентной ставки. Я думаю, что если прогресс снижения инфляции будет таким же, как мы наблюдаем сейчас, и инфляция быстрее вернется к целевому ориентирову в 2%, либо приблизится к этой цели в 2%, то американский регулятор может даже позволить себе 3 или 4 снижения ключевой процентной ставки. Это все равно вопрос, который уже предполагает смягчение экономической политики, и в истории не было ни одного затяжного продолжительного тренда, когда на фоне такого курса ДКП регулятора курс национальной валюты укреплялся. Поэтому мы, собственно, и ожидаем дальнейшего снижения американского доллара, индекса американской валюты, и ждем то, что этот инструмент окажется ниже 100 пунктов ровно. Золото 2023 доллара за тройскую унцию пока что, думаю, что от длинных позиций еще отказываться не стоит. Ранее мы вовремя определили своевременно потенциал роста этого инструмента из-за назревшей коррекции. Потом нам также помог еще и рыночный сантимент, факты снижения курса американского доллара и обвал доходности трежериса. И сейчас это тема основная, потому что десятилетки сегодня с открытия недели снова снижаются. Доходность трежериса 3,92%. Минимальный показатель с лета. Я думаю, что этот год доходность трежериса завершит на более низких значениях, где-то в районе 3,7, может быть даже чуть пониже. Соответственно, это будет еще одним условием для сохранения восходящей динамики по золоту, потому что трейдеры будут уже больше ориентированы на рынок драгоценных металлов, где можно извлечь большую выгоду. 2,5 потенциально выше. Это цели, которые вполне реалистичны. Евро против доллара 1,0913. Особенно подробно я сейчас не буду останавливаться на итогу заседания ИЦБ, потому что если вам все же эта тема будет интересной, я предложу также среди перечня обсуждаемых, вы тогда за нее голосуйте и на вебинаре мы подробнее на ней остановимся. Но в целом ИЦБ оставил процентную ставку на прежнем уровне 4,5%, соответственно, поддержав это решение еще необходимость удержания ставки на текущем уровне более длительный период времени. Это помогло европейской валюте, но самая главная причина роста евро это слабость американского доллара. Британская валюта 1,27, текущие котировки, ждем 1,30, 300 пунктов. Друзья, потенциал роста солидный и он может быть реализован за очень короткий промежуток времени. Ставка на прежнем уровне 5,25%, но здесь стоит отметить, что трое из 9 голосующих членов Банк Англии поддержали идею повышения ставки прямо уже сейчас. То есть еще два голоса и, соответственно, это вполне резонное предположение, что такое может произойти и будет уже большинство поддерживать идею ужесточения политики. Непростые условия экономические для Банка Англии приходится балансировать между экономическим ростом и борьбой с инфляцией. Но судя по риторике и тому, что в целом по тем решениям, которые мы сейчас видим от британского регулятора, основной акцент Банк Англии делает именно на борьбу с инфляцией. Это значит то, что мы и дальше будем работать с британской валютой с пониманием того, что Банк Англии может в любой момент согласовать еще одно повышение ставки. Данные по активности в сфере услуг, которые вышли в пятницу по английской экономике, очень хороший показатель 52,7%, рост 50,9%. Еще один триггер для улучшения показателей экономического восстановления. В общем, пока что фонд, на мой взгляд, просто идеальный для покупок британской валюты. Не нужно ни в коем случае сейчас отказываться от идеи, роста. Австралийцы против доллара 0,6712. Завтра выйдут протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии. Я рассчитываю то, что этот фундамент станет фактором поддержки для австралийцев, потому что и рынок труда, в принципе, остается довольно сильным. Мы знаем об этом на основании последних данных, которые вышли на прошлой неделе. То есть предпосылки для роста инфляции есть, и Мишель Буллока, она ранее уже нас предупреждала, что ставка может быть снова повышена. Поэтому ралли до 0,68 потенциально выше. Это еще такой вполне реалистичный сценарий. S&P 4780. Здесь ждем новых исторических максимумов. Буквально сегодня-завтра это вполне реально, потому что уже с открытия торговой сессии мы видим то, что покупатели продолжают удерживать лидерство и не собираются сейчас отдавать инициативу продавцам. Что касается рынка нефти, приоритет здесь за короткими сделками, потому что сантимент по WTI и по Brent указывает на то, что толпа находится как раз в длинных позициях, и мы всегда действуем против толпы. В пользу сценария снижения очень слабые данные по промышленному сектору Англии, еврозоны и США, что должно негативно отразиться на спросе на углеводороды. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.